Тольятти Азот в начале зимы оказал благотворительную помощь строительными материалами приюту диких животных Национального парка Самарская Лука, отправив на постройку вольеров два поддона с рулонами сетки рабица и 15 тысяч штук кирпича. Пострадавшие животные, большинство из них это пернатые, которые не могут в силу своих увечий улететь в холодное время года на юг, содержатся в теплых помещениях приюта Дом Айболита. С каждым годом их становится все больше, а значит и сотрудникам приюта приходится искать им новое место жительства с комфортными условиями. Благодаря помощи Тольятти Азота питомцы Дома Айболита смогли переселиться в построенные зимние вольеры и теперь празднуют новоселье. Среди них есть коршуны, одноногий орел-могильник, задиристая чайка без крыла, лебеди. Национальный парк Самарская Лука очень благодарен коллективу Тольятти Азот, предприятию Тольятти Азот, в том, что вы нам уже не первый год помогаете в наших различных проектах, помогаете осуществлять наши идеи различные и в частности вот этот проект, когда вы передали нам большое количество материалов, сетка рабица, кирпич, они нам пойдут на благоустройство вот этого замечательного учебно-образовательного комплекса Лукоморья, где у нас содержатся, помимо всего, еще и дикие пострадавшие животные. Дикие животные, особенно пострадавшие, нуждаются в немалой заботе. Сетка рабица Тольятти Азота также пойдет на расширение площади вольеров для волка Кузи, для косуль и кабанов. Необходимый кирпич для обустройства приюта Дом Айболита, который оказывается известен и за пределами нашей области. Сюда привозят животных и птиц из Оренбуржья, Татарстана, Ульяновской области. Например, два подстреленных браконьерами лебедя прибыли из Нижнекамска. Этих птиц нельзя выпустить на волю из-за травм. В теплое время они будут жить на пруду. Конечно, если получается помочь животным, то их большей частью стараются вернуть в те условия, в которых они родились и должны жить. Если же нельзя выпустить в природу, то зверей и птиц оставляют в приюте для дальнейшего содержания. Им оказывается самая различная помощь и лечение. Все это на средства образовательного комплекса Лукоморья и еще помощь волонтеров и благотворителей. Кстати, и Лукоморья образовался благодаря созданному пять лет назад приюту Дом Айболита. Теперь здесь целый комплекс, включающий Дом-музей-лесы, интерактивные объекты, экологические тропы, учебные станции и еще много всего интересного и познавательного. Самое большое желание сотрудников приюта, чтобы пострадавших диких животных, нуждающихся в заботе и помощи, было здесь как можно меньше.